Мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте ведется непрерывно. За этим следят городские власти и правоохранители. Также в межведомственных рейдах участвуют представители контрольно-ревизионных служб, перевозчиков и народные дружинники. В основном проверки проходят в часы пик. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции никуда и не исчезла, не миновала. Напротив, ежедневно мы из новостей узнаем, что появляются новые штаммы вируса, более опасные, вызывающие необходимость каких-то дополнительных ограничительных мер. Поэтому в этих условиях еще раз хотелось бы всем напомнить, что маску нужно носить, использовать ее до конца поездки. Только за прошлую неделю на нарушителей составили 60 протоколов. За весь период пандемии оформлено 1150 штрафов, которые направляются в суд, где принимаются решения с учетом всех обстоятельств совершения правонарушений. Чаще всего штрафные санкции касаются тех, кто во время поездки не позаботились о наличии маски или отказались ее использовать, подвергая риску заболевания коронавирусной инфекцией себя и остальных пассажиров. Суммы штрафов могут доходить до 30 тысяч рублей. Если же такое правонарушение совершено повторно, предусмотрено наложение штрафа в размере до 50 тысяч. Люди разные бывают. Кто-то спокойно относится, а кто-то негативно. Кто-то к своему здоровью относится, если правильно сказать. В процессе рейдов особое внимание их сотрудникам транспортных предприятий, которые организуют перевозку. Отдельно кондуктора и водители все еще пренебрегают мерами профилактики. Пассажиры могут сообщить о нарушениях масочного режима и других санитарных требований в транспорте по телефонам горячей линии, которые размещены в салонах общественного транспорта. Никто не заинтересован, чтобы ни предприятие наказали, ни экипаж не досчитался в своем пушинке материальной помощи. Поэтому все очень ответственно подходят к ношению защитных средств, так как это уже не первый год. Кроме того, для безопасности пассажиров в период пандемии весь подвижной состав регулярно моют и дезинфицируют. Эта работа на транспортных предприятиях организована круглосуточно. Салоны машин и вагоны обрабатывают специальным раствором. Во время всех поездок функционируют рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Мэри Елчан, Константин Головин. События.